Юрий, добрый день. Рада приветствовать вас на инвестфанс форуме. Добрый день, Анастасия. Рад видеть вас здесь. Пользуясь случаем, хочу узнать ваши впечатления об инвестфанс форуме и рассказать, какие темы и обсуждения показались вам наиболее интересными и полезными. Действительно, мы находимся на этом форуме во второй раз. Форум является прям, мне кажется, таким местом силы для сбора всех профессионалов рынка, участников рынка профессиональных, розничных инвесторов, в том числе, действительно, эта компания, это мероприятие, которое собирает людей ключевых, которые в отрасли понимают, разбираются и могут поделиться своими трендами, рассказать о своих новостях, что происходит в эмитентах, что происходит на рынке в целом. Для нас кажется важным то, что мы можем в этом мероприятии поучаствовать, поделиться своим тоже опытом и перенять то, что делают другие коллеги. Конечно, самыми интересными сессиями для меня были пленарная дискуссия в открытии форума, сессия про коллективные инвестиции и, конечно же, апгрейд рынка, где участвовала наша компания, апгрейд рынка и новые эмитенты, которые делают такой, по сути, новый тренд на рынке по открытости коммуникации с инвесторами и доступности информации о компании для них. Вы стали спикером в секции, собравшей эмитентов из самых разных секторов и главной темой стала как раз необходимость апгрейда российского фондового рынка. Поделитесь, пожалуйста, с нашими зрителями. Какие изменения и нововведения, по вашему мнению, сейчас необходимы прежде всего? Действительно, сейчас на рынке появилось много новых эмитентов. Мы видим, что инвесторы активно участвуют в новых размещениях. Это касается и рынка облигаций, и рынка акций. В этом году уже было достаточно большое количество размещений акций первичных, IPO. Компании все интересны, каждая работает в разных отраслях. Каждая компания по-своему является либо лидером рынка, либо стремится к этому. Поэтому у инвесторов, по сути, разбегаются глаза. И новые эмитенты, конечно же, должны задавать такой тренд по открытости, по прозрачности и доступности информации о себе для того, чтобы быть интересными инвесторам. Поскольку действительно сейчас у инвесторов есть возможность поучаствовать в одном размещении, 2-3 дня перекантоваться и заработать на этом размещении, потом перейти в новые какие-то сделки и купить акции новой компании на размещении в рамках IPO. Для многих компаний действительно важно, чтобы инвесторы становились долгосрочными и держали акции долго, зарабатывая на них и вместе с компанией двигались к ее успеху. Поэтому апгрейд рынка заключается в том, что сейчас новые эмитенты стараются быть максимально прозрачными и доступными. Новые эмитенты, вы видите, представлены на всех конференциях. Они работают с инвесторами и с розничными, и с инвестициональными и готовы быть максимально прозрачными. Сейчас на их фоне многие голубые фишки, которые исторически были в приоритете инвесторов, немного теряют свои позиции, потому что они являются такими прозрачными, не дают столько информации, и, конечно, с ними нет возможности поучаствовать в каких-то конференциях, поучаствовать, поговорить. Инвесторам с ними нет возможности встретиться на очных встречах и задать информацию топ-менеджменту, какие-то вопросы у них уточнить. Поэтому сейчас новые эмитенты действительно делают такой апгрейд, и Московская биржа, как институт, который регулирует эту историю, действительно дает прям большой импульс новым эмитентам, чтобы они были максимально прозрачными, и их инвест-история была успешной. Сегодня многих эмитентов-то получается, как раз вот эмитенты, которые собрались на этой панельной дискуссии, они наиболее успешные и прозрачные, и поэтому, конечно, имеют спрос со стороны инвесторов, что касается и акций, и облигаций. А в продолжение темы о нововведениях, совсем недавно Центробанк представил ряд замечаний по проведению IPO в нашей стране. Компания Positive Technologies не так давно вышла на биржу и прошла, так сказать, весь этот путь от самого начала и до конца, и основываясь на собственном опыте, с какими замечаниями ЦБ вы можете согласиться? Ну, действительно, наша компания на рынке акций работает два с половиной года, облигации нашей компании уже больше трех лет размещены на бирже, и мы видим то, что Центробанк сейчас очень активно смотрит, в принципе, за всеми новыми размещениями и за компаниями, которые раньше уже на бирже присутствовали. Это касается раскрытия информации, касается корпоративного управления и то, что касается претензий, которые были со стороны Центробанка в этом году, это конфликт интересов. Когда одни и те же брокеры выступали в качестве организаторов сделки, они же собирали заявки со стороны инвесторов, по сути, как бы они занимались работой на две стороны, которые являются участниками одной сделки. На самом деле история заключается в том, что просто есть очень большой спрос со стороны новых эмитентов, много эмитентов выходит на рынок, количество организаторов не так велико, количество консультантов тоже не так велико. Мы знаем, что ко всем к ним стоит большая очередь, потому что многие компании сейчас увидели, что есть спрос со стороны инвесторов, не только розничных. Сейчас мы уже видим, что инвестициональные инвесторы возвращаются на рынок, сегодня уже последние размещения проходят, в принципе, на приоритете, 50 на 50 розницы и инвестиционалы. И поэтому, конечно же, большое количество размещений, компании видят, что окно хорошее для IPO, компании выходят на рынок, но количество организаторов не так велико. И поэтому, конечно же, одни и те же банки выступают и организаторами сделки, они же формируют спрос со стороны инвесторов, они же дают и аналитику этим инвесторам. Ну и понятное дело, что они стараются избегать конфликта интересов, потому что разные команды занимаются разной стороной вопроса, но тем не менее все равно понятно, что одна организация занимается всеми этими вопросами размещения акций компании. Конечно, ЦБ здесь как регулятор ему виднее, это 100%, но его рекомендации, конечно, они позволят, мне кажется, дальше стимулировать рынок развития, увеличивать количество банков, заинтересованных в сопровождении сделок, размещении в рамках IPO, размещении облигаций, для того, чтобы таких конфликтов не было. И мне кажется, инвесторы только выгодят, потому что будет больше размещений, больше будет возможности для банкиров качественно подготовить сделку, провести ее так, чтобы она для инвесторов была максимально интересной и выгодной, и впоследствии инвесторы могли на ней заработать. То, что касается нашей компании, действительно, у нас опыт достаточно большой. За два с половиной года на Московской бирже в качестве имитента акций мы прошли путь от малоизвестного имитента до компании в основном индексе Московской биржи. У нас сегодня 205 тысяч инвесторов, их количество увеличивается, и для нас именно важно то, что компания растет вместе со своими инвесторами. Мы выросли в нашем бизнесе в три раза за последние два года, сегодня мы говорим про рост котировок акций в четыре раза за два с половиной года, и нам кажется, что такая динамика бизнеса и котировок, она правильная, когда рост котировок подкреплен ростом бизнеса компании и ее фундаментальных показателей. Если это было бы не так, то, казалось бы, почему наши акции не растут, если наш бизнес увеличивается в объемах? Мы бы, казалось бы, нам, что мы в чем-то не дорабатываем. Сейчас мы видим, что мы работаем правильно и с инвесторами, и в плане бизнеса, поэтому есть прямая корреляция между котировками и бизнесом нашей компании. Учитывая, что у компании Positive Technologies большой опыт, может быть, вы поделитесь какими-то советами по выходу на рынок капитала? Для нас действительно, как для компании, было важно, чтобы инвесторы понимали отрасль. Наша отрасль достаточно сложная, она не была представлена на бирже до этого, поэтому для инвесторов сложно было понимать, как развивается отрасль, как наша компания на ней себя чувствует, чем мы знамениты, как развивается наша бизнес-история, наши продукты, почему компания имеет перспективы роста дальнейшего. И мне кажется, что мы сделали достаточно большой шаг в этом направлении, потому что перед размещением наших акций мы рассказали рынку про отрасль, про ее тренды, про наше место на рынке и почему мы будем расти быстрее, чем сама отрасль. Наши инвесторы сейчас действительно разбираются в кибербезопасности, они знают, как защитить себя, они понимают, что в конечном итоге потребителями нашего ценного этого дела являются тоже они, потому что если мы защищаем крупный бизнес, государственные ресурсы, хакерских атак, в конечном итоге могут стать физические лица, это могут быть их данные, их деньги, их здоровье в конце концов. Поэтому сегодня наши инвесторы прекрасно понимают, что несмотря на то, что в нашей компании нет продукта сегмента B2C, они видят то, что в конечном итоге являются потребителями услуг, в том числе и они. Я бы посоветовал новым имитентам быть максимально прозрачными, рассказывать об отрасли, о себе, о том, какие есть тренды, новые продукты, почему компания имеет действительно потенциал большого роста, за счет чего будет расти ее бизнес, в чем заключается ее суть и, по сути, как она зарабатывает деньги. Потому что для инвесторов важно понимать, на чем они действительно могут здесь заработать. Если инвестору понятна инвестистория каждой компании, ну, например, авиакомпания, понятно, перевозит пассажиров. Здесь четко видно, что есть количество рейсов, есть сезонность, есть спрос на определенные направления и так далее. У компании есть флот, она это обеспечивает. Есть магазин розничный, в котором тоже все понятно, за счет чего он зарабатывает. Но, например, Кибербес, который является какой-то такой отраслью в облаках, ты не можешь это пощупать, ты не можешь это осязать, ты не видишь, как посчитать деньги от бизнеса компании. Здесь для компании очень важно быть прозрачной и рассказать о том, как она зарабатывает деньги. Таких отраслей много, не только наши. И поэтому действительно эмитенты должны быть максимально в этом плане проактивными, для того, чтобы давать информацию о себе из первых уст. Потому что если нет информации полноценной о компании от ее лица, то инвесторы, блогеры, инфлюенсеры могут делать абсолютно неправильные выводы, ему заключения и говорить о компании, о какие-то вещи, которые к ней вообще не относятся. Поэтому компания должна быть проактивна, это первое. Второе, нужно работать всеми категориями инвесторов, безусловно. Это розничные инвесторы, которые сегодня являются движущей силой на российском рынке. Это инфляциональные инвесторы, безусловно, потому что у них сейчас действительно прям есть такой большой спрос на новые идеи инвестиционные, на новые компании, они готовы тоже в них инвестировать. Конечно, это аналитики и, безусловно, инфлюенсеры, которые сегодня тоже имеют огромную аудиторию. И для того, чтобы они как раз не давали какие-то неправильные посылы, а наоборот о компании рассказывали прямо, честно и объективно, нужно работать и с ними. Мы на этапе размещения и IPO, и SPO активно работали с всеми категориями инвесторов. Мы делали большое количество и онлайн, и оффлайн мероприятий. И мне кажется, для каждой компании, которая хочет быть успешной, важно быть активной в этом плане, проводить такие мероприятия не только на этапе размещения и перед ним, но и после. Потому что кейсы, когда компания пропадает с публичного поля после размещения, тоже присутствуют на российском рынке. И это на самом деле неправильно, потому что имитенты, по сути, дистанцируются от своих инвесторов, получив от них деньги, а инвестор остается, по сути, ни с чем. Поэтому у него нет связи с компанией, он не понимает, когда дальше движется. Он поэтому вполне готов через 2-3 недели после размещения своей акции продать, забрать деньги и участвовать в новых размещениях. Это явно не история благосрочного роста, это просто спекулятивные какие-то сделки, которые, в принципе, не дают большого дохода ни инвесторам, ни интересным компаниям. Но компании как раз некоторые, к сожалению, по этому пути идут, поэтому я пожелал бы им быть максимально прозрачными и работать со своими инвесторами на протяжении всей своей поличной деятельности. Тогда будут расти и котировки акций, и капитация компании, и, конечно, количество инвесторов в акции и облигации этой компании. Спасибо. Компания Positive Technologies дважды выходила на долговой рынок. Сейчас в обращении находится выпуск на 2,5 миллиарда рублей. Также с 2021 года, с декабря, на Мосбирже торгуются акции группы Positive, которые с момента размещения выросли в 4 раза. С этой информацией у меня будет к вам два вопроса. Первый. Не планируете ли вы новый облигационный займ? И второй. С чем вы связываете такой высокий спрос на ваши акции? Ну, первое, что касается облигаций. Действительно, для нас выпуск облигаций был первым шагом на пути к публичности. Мы сделали его в 2020 году. Размещение акций было в 2021 году. И за эти полтора года между выпусками облигаций и акций мы проделали большой путь по развитию корпоративного управления, формированию нашей системы отчетности, финансового раскрытия информации и необходимых действий в области изменения внутренней структуры компании. Действительно, выпуск облигаций для нас был, наверное, не привлечением денег, поскольку у компании, по сути, нет такой необходимости. Мы и облигации, и акции выпускали для публичности компании, для того, чтобы компания была популярна среди широкого круга инвесторов. Что касается облигаций, в прошлом году мы сделали выпуск облигаций дополнительной на 2,5 миллиарда рублей. Действительно, нам это помогает диверсифицировать наш долг. У компании есть большая сезонность бизнеса. Вы знаете, что кибербезопасность является таким ярко выраженным сезонным бизнесом. Большинство продаж компании происходит в конце года. Они сконцентрированы в ноябре и даже в декабре. В прошлом году на этот период пришло 65% наших отгрузок по итогам года. И понятно, что расходы компании более равномерно распределены по всему году. И в начале года компания прибегает к заимствованиям. Для нас раньше было интересно брать кредиты в банках. Вы знаете, что IT-отрасль имеет специальные льготные ставки по кредитованию. Но что касается облигаций, это новый инструмент, который для нас позволяет быть достаточно такими гибкими в случае необходимости выпускать облигации и прибегать к заимствованиям на фиксированных условиях. Как раз благодаря нашей известности и популярности мы смогли сделать второй выпуск облигаций на более выгодных для компании условиях. Ставка по купону уже ниже, поскольку инвесторы компанию знают. Они ей доверяют и понимают, что компания свои обещания держит. Естественно, облигации в конце концов по итогу ее размещения погасит. У нас первый выпуск был на 500 миллионов. Мы уже успешно погасили в прошлом году. Инвесторы увидели, что компания абсолютно прозрачна. Она повысила кредитные рейтинги. В прошлом году мы повысили сразу две ступени рейтинга от эксперт РА. В этом году получили рейтинг РУАА от АКРА. Действительно, наша компания сейчас является одним из надежных заемщиков, которые для инвесторов абсолютно прозрачны, понятны и выполняют свои обязательства. Новые выпуски, наверное, возможны. У нас сейчас конкретных планов нет, но мы зарегистрировали проспект эмиссии на более существенную сумму. У нас есть возможность при необходимости быстро выпустить облигации для того, чтобы компания могла привлечь средства. Сейчас такой потребности нет, но в будущем это возможно. Что касается рынка акций, здесь действительно наши акции показывают очень хорошую динамику в привязке к росту бизнеса. Для нас важно то, что это не какой-либо информационный хайп или памп акции на базе публикаций телеграм-каналов. Для нас важно, что это подтверждается ростом фундаментальных показателей бизнеса, прибыли, наших отгрузок, маржинальности бизнеса. В этом году мы планируем уже активно развиваться на международной арене, выходим на новые рынки, в которых раньше не присутствовали. Это страны Латинской Америки, страны Юго-Восточной Азии, Ближнего и Среднего Востока. У нас там уже есть первые продажи. Мы формируем там команды, и компания движется в сторону масштабирования для того, чтобы быть конкурентом уже на мировой арене кибербеза. И не только кибербеза, но и IT. Потому что сегодня наши новые продукты уже находятся на стыке этих двух отраслей. В перспективе мы будем как раз работать на этом рынке. Мы будем лидером не только в России, но и за рубежом. Мы к этому стремимся. И, конечно же, наши инвесторы это слышат и видят то, что компания все, что обещает, на настоящий момент выполняет. И инвесторы верят в нас. Я уверен, что это будет дальше способствовать рост нашей акции, нашей капитализации. И наша компания будет развиваться вместе с нашими инвесторами. И завершая наше интервью, хочется спросить, Видите ли вы интерес к вашим бумагам со стороны портфельных управляющих, инвестиционных и пенсионных фондов? Безусловно, наша компания изначально выходила на рынок как имитент для розничных инвесторов. Это было связано с несколькими факторами. Это и внутреннее убеждение нашего руководства, ключевых акционеров. Это и история, которая была связана с санкциями, наложенными на компанию. И тогда, в 2021 году, когда мы размещали наши акции на бирже, спроса было очень мало. Мы размещались в основном только на розницу. Далее, мы за полтора года поделали путь к основному индексу московской биржи. Наши акции еще до этого были переведены в первый котированный список. И это были краски и триггерные моменты, когда фонды начинали интересоваться нашей компанией. В прошлом году на инвестфанс-форуме здесь, в Петербурге, мне было удивительно, что некоторые участники конференции нашей компании не знали вообще. То есть, сегодня мы, конечно же, увидим большой спрос со стороны и фондов, и розничных инвесторов. Но год назад многие фонды не знали о компании в принципе. Это немножечко странно для меня было, но я понял, что мы где-то недорабатываем, и мы усилили нашу коммуникационную активность, в том числе и в страну фондов. Мы провели в этом году несколько нон-дел-роуд-шоу. Мы общались с разными фондами, у них есть большой интерес. И многие сожалеют, что не купили наши акции раньше, потому что, как вы знаете, они выросли в четыре раза за последние два с половиной года. Компания имеет большие перспективы роста. И даже наше СПО, которое проходило в условиях крайней волатильности, вы знаете, это был сентябрь 2022 года. Мы запустили СПО 19 сентября. 21 сентября началась мобилизация в России. И, конечно, многие фонды не рискнули участвовать в этом размещении. Но уже потом, через 2-3 месяца, они покупали акции на бирже, в стакане, по более высокой цене, когда ситуация стабилизировалась. Поэтому здесь, наверное, конечно, мы видим большой спрос. Но понятно, что фонды ждут какой-то крупной сделки для того, чтобы зайти большими пакетами. Купить в стакане им сложно. Пока мы не планируем какого-то серьезного размещения на бирже дополнительного. Но мы работаем над тем, чтобы наш фрифлоут увеличивался, рос объем торгов нашими ценными бумагами. Уже по итогам последнего месяца мы видим, что стабильно в течение месяца средний дневной оборот нашими бумагами на бирже больше миллиарда рублей. И действительно, для инвесторов и фондов это большая и важная цифра, которая позволяет говорить о высоком спросе на акции, о том, что имитент является максимально ликвидным. И участвовать в этом размещении, если оно будет происходить в дальнейшем, будет также интересно. Юрий, спасибо за такое интересное интервью. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...